КОСТИ ТВАЙЛЕТ Чуть шире, чем были, а связки буквально вопили от напряжения, требуя внимания к себе. Единорожка стиснула бедра, как учила ее Рейнбоу, и держалась. Ее техника борьбы с перегрузками была несовершенной и неточной, как результат обучения с помощью записи, а не тренировок. Но, тем не менее, зрение, хоть и стало туннельным, но не провалилось в полную черноту, когда Твайлайт все же смогла перенаправить часть крови к мозгу. Ускорение падало с тех пор, как корабль покинул ствол, и перегрузки становились все меньше и меньше. Но и вершина их траектории становилась все ближе и ближе. Они были уже высоко над облаками. То, что в первый раз было медленным и неторопливым полетом на стратостате, теперь превратилось в пьяно-дергающееся размытое пятно, как наркотический сон, даже не о полете, а о смерти. И о том, как душа вырывается из тела и бросается в небеса. Теперь Твайлайт чувствовала эфир. Еще недостаточно сильный, но она знала, что искать, несмотря на пульсирующую боль в висках и слезы, текущие из налитых кровью глаз. Что еще взволновало единорожку в настоящий момент, это Дэш, вопящий от восторга. Твайлайт не стала поворачивать голову, просто скосила взгляд как можно дальше влево, пока не увидела эту ненормальную пони. Мордочка Пегаски была оттянута назад так же, как Твайлайт подозревала ее собственная. Рот Дэш широко открыт, а глаза светятся безумной радостью. Это было заразительно. Несмотря на все неудобства, всю панику, всю неизбежность смерти, они все еще были первыми двумя пони за всю историю, которые когда-либо придумали подобное, воплотили в жизнь и пережили это. Возможно, они же будут и последними. Адреналин помогал Твайлайт оставаться в сознании, пока силы гравитации не прекратили давить на нее, а инерция не исчезла. Они все еще двигались быстро, настолько стремительно, что воздух перед капсулой нагревался не из-за трения, а из-за сжатия, так как был неспособен убраться с дороги аппарата достаточно быстро. Но ускоряться они перестали. Мир позади падал все дальше и дальше, становясь все меньше, и радостные крики Рейнбоу сменились ошеломленным благоговением. Они все еще двигались вверх, удаляясь от своего мира все выше и выше. Но сейчас было затишье между критическими ситуациями. Красота замерзшего озера, прежде чем вы будете вынуждены испытать прочность льда своим весом. Момент между удивлением и страхом. Рейнбоу нарушил молчание, в то время как Твайлайт начала собираться силами для того, что должно было произойти дальше. Все отсюда выглядит таким маленьким. Даже когда я летаю, то вижу только кантерлот, да, пару ближайших деревень. А отсюда видно, вон там зебринские земли, вон там мы, а там грифоны. Голос Пегаски дрожал, может из-за криков раньше, а может и нет. Все это так глупо. Что глупо? Война и все это. Сколько пони погибло из-за вон того кусочка земли, который примерно такой же, как и тот там. И ты даже не можешь сказать, что кому принадлежит. Типа, когда ты смотришь на карту, они специально для тебя рисуют красивую и аккуратную границу. Ты думала, что увидишь отсюда границы? Не, не думала. Дэш попыталась покачать головой, шея Пегаски захрустела от этого. Рейнбоу поморщилась и потянулась копытом помассировать ее. Я просто, просто не представляла, на что это будет похоже. Радиус треском ожило прежде, чем Твайлайт успела ответить, прервав ход мысли Пегаски. Привет, Твайлайт. Дорогуша, все хорошо? Рарити? В пещере спящего вулкана, далеко от капсулы Твайлайт, Рарити улыбнулась в микрофон, так ободряющий, как только могла. Хорошая актерская игра требовала усилий всего тела, даже если они могли только слышать ее. У нас все хорошо, дорогуша. Еще одна винтовочная пуля отскочила от панели управления над головой единорожки. Подняв полем телекинеза небольшое зеркальце над консолью, Рарити увидела множество солдат, собравшихся у лесов и использующих их как импровизированный чистокол, но не продвигающихся дальше. Они, казалось, пришли в ужас от того, что они тут настроили, и не без причины, однако страх был единственным, что удерживало их от наступления прямо сейчас. Когда гвардейцы, наконец, пойдут в атаку, их будет уже не остановить, отступать Рарити с подругами было некуда. Эта часть плана была просто обозначена как переговоры о заложниках большими жирными буквами. То, что именно они были заложниками, о которых велись переговоры, и у них не было никаких рычагов воздействия на противоположную сторону, было просто еще одним небольшим препятствием, с которым Рарити надо было разобраться. Они атакуют в любой момент. Было бы намного проще, если бы они подумали спросить Твайлайт заранее, но в то время казалось плохой идеей положиться на какой-нибудь план, когда все шло настолько хаотично. Планы по своей сути не гибкие, дуб сломается под тяжестью снега там, где Тис лишь согнется, а Рарити предпочитала быть гибкой во всех отношениях. Тупик. Все эти мысли просто тратят время, в них все еще стреляли, еще одна пуля просвистела над головой единорожки, рассекая воздух примерно с той же легкостью, с которой она пробьет грудь. Думай, думай, думай. Твайлайт, у тебя есть что-нибудь, что мы могли бы, и я не хочу тебя пугать, не волнуйся, если ответ будет нет, предложить принцессе в обмен на наши жизни? Ответом была долгая пауза. Может быть она была не такой уж и долгой, но Рарити просто нервничала из-за всех этих пуль. В основном из-за пуль. Это ведь не гипотетический вопрос, правда? Ух, давай просто предположим, что это довольно срочный гипотетический вопрос. Что бы ты предложила? Надо дойти чертежи пушки. Радио затрещало. Пинки так и не удосужилась доделать антенну целиком. Первоначальный план состоял в том, чтобы действовать как наземный контроль, если что-то пойдет не так. Но когда никто так и не смог придумать, как они смогут оставаться тут после побега Твайлайт, этот проект был законсервирован. Скажите ей, что вы запустили меня в дальней колонии. Что я буду в безопасности и что это оружие? Ну, твой брат сказал мне... Я сказала, что никакой другой пони не умрет из-за меня, включая вас. Особенно вас. Рявкнула Твайлайт. Прямо рявкнула. Боже, Рарити могла сохранять самообладание, даже когда в нее стреляли. Ну, с другой стороны, они выстрелили самой Твайлайт, так что, возможно, небольшой нервный срыв был бы уместен. Поняла. Что ж, было приятно снова поговорить с вами, мисс Спаркл. Помни все, чему я тебя учила. Флаттершай передает привет. Ну, постарайся не взорвать себя. Мы построили движитель строго по твоим чертежам, но все-таки не тестировался. Будет жаль, если все закончится такой фальшивой нотой. Флаттершай передает привет. Я сейчас переключу связь на громкоговорители, если никто не возражает. Счастливого пути. Удачи вам! Крикнула Рейнбоу в ответ, когда Рарити щелкнула выключателем. Магии, конечно, она никак не могла поднять голову. Чтобы переключить вход микрофона с радио на громкоговорители. Внимание, королевские двердейцы! Это было все, что единорушка успела сказать, прежде чем испуганный солдат метким выстрелом уничтожил громкоговоритель в ривне... Рарити заглянула в зеркало. Хм, да, определенный искр. Флаттершай выглянула из-за закрывающих мордочку копыт. Этот пони очень быстро отреагировал. Пегаска выглядела такой же беспомощной, как и Рарити. Да, и он не промахнулся. Не очень хорошо с точки зрения наших шансов. Раздалось громкое шипение. Скорее вспышка, чем треск электрических искр. И глаза Рарити распахнулись. Флаттершай лишь смутилась. Гранаты были довольно недавним дополнением к вооружению гвардии. Но единорушке посчастливилось увидеть несколько довольно лихих офицеров, обученных обращению с этими хитроумными устройствами. И теперь один из этих красавцев, смелых жеребцов, поджигал фитиль одного из них. Металлическая сфера, похожая на пушечное ядро со свечным фитилем, подпрыгнула на панели управления. Рарити схватила его своей магией и толкнула назад изо всех сил, что, однако, было не так и далеко. Даже при всей ее силе, подобное было похоже на попытку остановить шарик для пинг-понга, просто подух на него. Как только фитиль скрылся в гранате, единорушка попыталась накрыть своим телом Флаттершай, чтобы ей это не стоило. Рарити вздрогнула. Даже несмотря на то, что она зажимала уши, ее зубы клацнули, а челюсти болезненно сжались, когда взрыв прозвучал так близко. Она почувствовала, как ударная волна толкнула в мягкую плоть ее живота, а затем сотрясла кости, как будто ее ударили сразу везде боксерской перчаткой. Флаттершай всхлипнула, хотя Рарити едва расслышала ее из-за звона в ушах. У нее не осталось достаточно магии, чтобы повторить подобное еще раз. Единорушка лишь надеялась, что остальные в безопасности. Пинки должна была помогать жеребятам, а Эпплджек следить, чтобы ничего не взорвалось. Флаттершай и она сама были просто расходным материалом. Все, что они должны были сделать, это вести переговоры об условиях капитуляции. И на данный момент они шли не очень успешно. Не хочу тебя пугать, Монпетит. Прошептала Рарити, хотя на самом деле это прозвучало скорее как шипение. Но сейчас нам повезло. Если у тебя есть какие-нибудь блестящие идеи, то боюсь их больше, чем моих. Будем надеяться, что у них кончатся патроны? Маловероятно. Но похоже, это наш единственный шанс, да. Удачи вам! Крикнула Рейнбоу в микрофон, прежде чем Твайлетт успела ответить. Затем Пегаска нажала кнопку и радио замолчало. Рарити! Радио выключено, мы не должны отвлекать ее. Твайлетт повернула голову, насколько позволяли ремни сидения. Мы должны вернуться и помочь им. Я могу... я могу спасти их! Дэш не выглядела убежденной. Если уж на то пошло, она выглядела сердитой, разъяренной, и глубокие морщины разочарования залегли на ее лбу. Пегаска смотрела прямо в глаза Твайлетт, постукивая по циферблату на приборной панели. Ты видишь это? Единорушка прервала зрительный контакт, чтобы посмотреть. Это был высотометр, показания которого все еще увеличивались, хотя уже и не так быстро. Примерно через 30 секунд тебе придется сделать выбор. Это будет последняя зафиксированная высота, на которую ты поднялась на воздушном шаре, прежде чем он превратился в металлолом. Думаю, мы уже почти в эфире. Через 25 секунд ты должна включить свой двигатель, иначе мы начнем падать. Наша скорость постепенно уменьшается. 20 секунд, и ты выгнешь на помойку абсолютно все, чем мы рисковали ради тебя, потому что ты просто боишься. Но не в опасности. Нами только что выстрелили из пушки. Уж не хочешь ли ты сказать? Рейнбоу снова стукнула копытом по высотометру, дважды для пущей убедительности. Что быть выстреленным на такую высоту из долбанной пушки в консервной банке, это безопасно? Конечно нет. Но ты все равно это сделала, как и все мы. Всего 10 секунд, Твайлайт. Это было бы так просто. Все, что ей нужно было сделать, это ничего не делать. Все, что ей нужно было сделать, это выстрелить и промахнуться. Через 5 секунд, пока корабль еще поднимался, Рок Твайлайт засветился. Ее магия просканировала корабль в поисках устройств, которые она так хорошо знала, хотя никогда их не видела. Она создала их целиком, деталь за деталью, уравнение за уравнением. У нее было целых 5 секунд, чтобы подумать, и мозг единорожки работал так же быстро, как когда Шайнинг целился ей в лоб из винтовки. Можно было перебирать варианты, таблицы и блок-схемы, и все это было напрасно, потому что Рейнбоу была быстрее и умнее в настоящий момент. Вот почему она сидела здесь рядом с ней, а не где-то еще. Еще раз все обдумывать, было бы пустой тратой ценных 5 секунд. Твайлайт сосредоточилась и спроецировала снаружи корабля сложную мембрану толщиной с фотон. Все больше и больше магии изливалось из нее, растекаясь по диску, как тесто для блинов. Центр вокруг корабля уплотнялся до тех пор, пока сочетание света и энергии не достигло толщины молекулы, а сама мембрана растянулась во все стороны на расстояние, равная собакупной длине локомотива вместе с угольным тенбером. Диск, аура пурпурно-белого цвета, излучаемая им, сияла в пространстве вокруг. Сместился, как тело медуза, сжавшись в параболу и выталкивая эфир вместе с собой. Прежде чем втянуться обратно в утолщенное ядро и снова сформироваться рядом с кораблем. Само по себе подобное не было великим магическим достижением. Точность, необходимую для создания чего-то столь тонкого, чтобы не тратить в пустую ни капли силы, в принципе могли достичь с полсотни лучших единорогов империи, имея достаточно времени и возможность концентрироваться. Сила, чтобы оттолкнуться от того, что было по существу вакуумом, любой же ребенок мог сдвинуть куда больше, чем эту статистическую погрешность на границе ничто. Но что делало эфирный двигатель таким уникальным, так это то, что Твайлетт не пришлось творить заклинание снова. Теперь, когда оно было сотворено, ей ничего не надо было повторять, кристаллы подавали магию в руны так же, как конденсаторы в электрическую цепь. После начальной инициации заклинательной матрицы, как только энергия была подана в устройство, оно будет продолжать повторять чары до тех пор, пока Твайлетт продолжит подпитывать кристаллы мана из эфира. Это был важный момент, в конце концов, ей же нужно было спать. И настоящая хитрость, почему конструкция двигателя была так важна, заключалась в том, что он будет повторять полный цикл, развернуть мембрану, оттолкнуться, свернуть ее и начать со стартовой позиции десятки раз в секунду на максимальной скорости. Теория, как ее понимала Твайлетт, выглядела верной, однако она также четко осознавала, что это сродни попытке изобрести двигатель внутреннего сгорания, всю жизнь проведя в окружении спичек, и однажды, увидев, как взорвалась бочка нитроглицерина, после чего предположив, что два этих процесса в теории исходят. Все это было невероятно многословным способом сказать, «Не взрывайся, не взрывайся, пожалуйста, пусть счеты будут правильными, и мы не взорвемся». Капсулу слегка потянуло вперед, когда лучи света закружились и заколебались вокруг нее. Еще не быстро, по 2-3 итерации в секунду, но и взрыва не было. Никакого катастрофического отказа. Только легкое давление ускорения, как в первые секунды в поезде, когда он покидает станцию. В течение следующих 30 минут Твайлетт не думала ни о Луне впереди, ни о своих друзьях позади. Она собрала максимальное количество сырой маны из эфира, силу, которую теперь она научилась распознавать, когда знала, что она тут есть, и закачивала ее в кристаллические батареи корабля. Твайлетт воззвала ко вселенной и та дала ей силу. Корабль мчался сквозь пространство, как пуля, выбивающая рябь в воздухе, или рябь, толкающая пулю сквозь воздух. Твайлетт вышла из глубокой медитации, когда наконец была удовлетворена количеством собранной энергии. Планета оставалась далеко позади, Луна становилась все больше, а Дэш, ее не было на месте. На Рейнбу? Да? Голос раздался у нее за спиной. Твайлетт повернулась на сиденье, отстегивая ремни. Что ты делаешь? Распаковываю вещи, весело заявила Пегаска. Но распаковываешь вещи? Какие еще вещи? Рейнбу бросила на Твайлетт многозначительный взгляд с другого конца капсулы, как будто такой вопрос сам по себе был странным. Они находились в эфирной капсуле, которой пальнули из пушки, и Пегаска чувствовала себя здесь гораздо уютнее, чем когда-либо в библиотеке. Вопрос только в том, почему это вообще так удивило Твайлетт. Мы пробудем здесь целую неделю. Три дня туда, три дня обратно, плюс еще чутка, чтобы обогнуть саму Луну. Ну, точнее, я обогну Луну. Ты будешь тусить со своей единственной настоящей любовью или заниматься еще какой скукотой. Серьезно, я тут со всех сторон выигрыши. Я же увижу, как выглядит темная сторона Луны и единственная пони за всю историю. На краткий миг Твайлетт серьезно позавидовала ей. Рейнбоу заметила это и слегка улыбнулась, а потом чуть-чуть подумала и улыбнулась еще шире. В общем, одна из вещей, которую я распаковываю, это фотоаппарат. Также у нас тут есть, давай посмотрим. Со всех сторон, где только можно было найти свободное место, были прикреплены металлические ящики. Все предметы как-то странно подпрыгивали и перемещались, будто это были просто очень детализированные воздушные шарики, сделанные, чтобы повторить настоящие вещи. Просто, так далеко от планеты, вещи имели свой способ стать... легче. Вот Рейнбоу бросила ей колоду карт, и та, пьяно колыхаясь, поплала по воздуху. Твайл эта задача напоймала колоду. Окружающая среда с низкой гравитацией была чем-то, что она теоретически рассматривала, но испытать подобное было совсем другое дело. Она даже не заметила происходящего, пока медитировала пристегнутой к креслу, но сейчас... Единорожка подавила хихиканье, пытающаяся вырваться из ее горла. Это было крайне важное научное достижение, даже великое, и хихикать над ним было бы глупо. Твайлайт хихикнула. Рейнбоу ответ фыркнула, глубоко забравшись копытом в один из ящиков. Затем единорожка заметила, что даже закрыла один глаз, чтобы сосредоточиться, и даже высунула язык из уголка рта. Поэтому она захихикала еще громче от нелепости этой картины. Ладно, итак, здесь у нас есть шахматная доска, потому что, по-видимому, бесстрашным исследователям нужно иметь при себе интеллектуальные игры во время их приключения. Так мне сказали. Во всяком случае, Пинки научила меня играть. Правда? Она удивительно умная кобылка. Ты, Газка, счастливо улыбнулась себе под нос. Да, она у нас сизнайка, типа тебя, хотя ты у нас и целых полтора гения, и не ошибаешься никогда, но ты мыслишь как бы прямо, а то, как думает Пинки, это скорее похоже на штопор с постоянными отклонениями в разные стороны. Скучаешь по ней? Ага, но с ней все будет в порядке. Нас не будет всего неделю, кроме того... Рейнбоу выудила из ящика коричневый бумажный сверток и перекусила бечевку, в которую он был перевязан. Подплыв к ней и заглянув через плечо Пегаски, Твайлот увидела, что сверток был полон письма. Угу. Предполагалось, что мы будем читать их последовательно во время путешествия, чтобы нам не было слишком одиноко. Часть для меня, часть для тебя. О, вот это может прочесть прямо сейчас. Твайлот взглянула на конверт, протянутый ей, взяла его. Имя на конверте гласило, что оно от кого-то по имени Меллиас. Причудливое имя. С легким акцентом, верно? Просто сочится чужой культурой. Читай давай. О, Леди Твайлот Спаркл. Первоначально это письмо было адресовано Леди Рерити, но она настояла, что большая часть заслуг принадлежит именно вам, так что я решил сделать ей одолжение. Буду краток. Мне также сказали, что вы чрезвычайно занятая пони. Вы помогли приструнить Брайда Спаркса, что, возможно, спасло скромного режиссера симметографических развлечений. Спасибо вам также за то, что вдохновили меня на создание фильма, который вы, возможно, когда-нибудь увидите. Я прошусь к вам для уточнения кое-каких моментов. С благодарностью и уважением. Мсье Мелис. Очевидно, Пинки Пай была не единственной пони, кому вредил Брайд Спаркс. Кто это такой? Он же режиссер. Он делает удивительные штуки. Ты что, никогда не была в грошовых синематографах? Это просто дурь, Клайлайт фыркнула. Их новостные ленты лишены нормального содержания, как в газетах. И ничто не способно соперничать с силой воображения и хорошей книгой. Рейнбоу закатила глаза, продолжая копаться в ящиках. Знаешь, я подумывала стать актрисой и следовать новые дикие рубрики синематографа. Правда? Но, думаю, я недостаточно театрально. Клайлайт сильно прикусила внутреннюю сторону щеки, потому что мрачное выражение мордочки Пегаски намекало, что было бы очень плохой идеей смеяться над этим. Но у нас с собой есть и книги. Прикусить щеку достаточно сильно, чтобы сдержать восторженный визг, единорушка не смогла. Какая-то научная фантастика, подводные лодки на дне океана и дыры, просверленные до центра планеты. Неинтересненько. А? Не, это для меня. Что, правда? И книжные приятели. Ага, а вот это твои. Книги по этикету, по ухаживанию, по ведению непринужденной беседы. В отличие от тех, что Твайлайт уже читала, эти были куда менее формальными. Она элевитировала поближе одну из них и прочла оглавление. Правая бровь взметнулась вверх, резко изогнувшись. Единорушка пролистала несколько наиболее интересных глав. Текст был изложен неофициальным языком и в нем не делалось никаких предположений о читателе и не упоминались никакие предметы, которые могли бы означать богатство или статус. Теперь уже вздернуты были обе брови. Эти книги Рерити отбирала? Не, вообще-то их для тебя капитан паковал. Ага, значит, их, говоришь, мертвыбирал. Это многое объясняет. Он хороший жеребчик. Как оказалось, то, что собиралась отобрать для тебя наша леди, было слишком напыщено и все такое. Поэтому наша мисс Чопорность сказала «Поглядим, сможешь ли ты лучше» и Мирт смог. Так что ему это и поручили. Все в книге было такое простонародное. Методы ухаживания гораздо больше фокусировались на остроумии и сообразительности, чем на отрепетированных жестах и оточенных манерах. Спасибо, Мирт. Твайлот лишь надеялась, что жеребчик в безопасности. Рерити крепко прижимала к себе Флаттершай, пока выстрелы из оглушительной канонады сменились легким беспокоящим огнем, а через несколько секунд Лишеха звенела в пещере и в их ушах. Единорожка снова подняла зеркало. Флаттершай попыталась выглянуть лично. Стражи подняли винтовки и стояли по стойке смирно. О нет, 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 нет. А что думаешь, дорогуша? Спросила Пегаску Рерити, наморщив нос. Принцесса. Ответ единорожки последовал не сразу и не на словах. Ее тело напряглось и она смущенно поморщилась. Затем это замешательство перешло в осознанное и она замерла, словно замороженная, будто принцесса могла заметить движение. Может, попробуем сбежать? Они просто снова начнут стрелять в нас. Прятаться тоже было безопасно. Поднимаем копыта? Мордочка Рерити сморщилась от отвращения. Честно говоря, я бы предпочла бежать. «Даже если меня застрелят в спину, то хоть хоронить будут в открытом гробу». Флаттершай встала из-за укрытия, подняв копыта, но даже тогда Рерити колебалась. Резкого взгляда Пегаски было достаточно, чтобы единорожка вздохнула и тоже присоединилась. Взгляд Флаттершай сменился ободряющей улыбкой, как это часто бывало с непослушными жеребятами. «Но ты же все равно собиралась вести переговоры». Реди ничего не ответила, просто глядя с осуждением. Еще несколько минут они стояли, так и не дождавшись выстрелов, держа копыта в воздухе. А потом сама принцесса Утрат появилась из-за лесов, молча шагая к центру пещеры и направляясь к огромной пушке в безмолвном изумлении. Аликорн стукнула по стволу копытом, и он зазвенел, как колокол. Затем принцесса повернулась и встретилась взглядом не с Рерити, а с самой Флаттершай. Пегаска этого не ожидала, холодная дрожь пробежала по ее спине и она не могла отвести взгляд, как не старалась, как будто глаза принцессы физически зафиксировали ее шею в одном положении. Аликорн поманила их взмахом копыта. Флаттершай двинулась вперед, крепко стиснув зубы, чтобы не закричать, и услышала, как Рерити проследовала за ней. Смотри смерти в глаза и не смей моргать первый. «Но вы работали не одни, где остальные? Я помню, что вас было больше». Флаттершай печально вздохнула. В данный момент она была так напугана, что даже перестала бояться. «Ты убьешь их, как только мы тебе скажем». При этих словах принцесса немного выпрямилась, чтобы лучше видеть Матрону сверху вниз. «Нет, я убью их, если они будут раздражать меня понапрасну. Убить вас было бы глупо, хотя должна признать, что оставлять вас живых ранее было еще глупее». По мордочке Селестии пробежала тень. Безумие в ее глазах смягчилось, и Аликорн выглядела испуганной. Флаттершай достаточно часто видела страх, чтобы узнать его, но этот страх был почти жеребячим. «Зачем я это сделала?» Отвечать на этот вопрос показалось достаточно плохой идеей. Затем это мгновение миновало, и темное пламя, горевшее за этим жестокими глазами, снова вспыхнуло, как оконек свечи, загорающийся ярче, когда дуновение ветра исчезает. «Нет, так же ты мне расскажешь». Флаттершай захотелось нагрубить в ответ, быть дерзкой, или может вообще ничего не говорить. Но она не приняла в расчет рерити. «Эпплджек сейчас находится под нами, не давая всей этой пещере взорваться. Пинки пытается спрятать жеребят, поскольку они почти невиновны во всем происходящем, и было бы обидно, если бы кого-нибудь из них застрелили». Селестия даже не дрогнула от высказанного упрека, но стражи, стоявшие по бокам от нее, определенно вздрогнули. Одного из них явно мутило. Значит, пони, были не монстрами, это было очень мило. «Понимаю, а ты осталась здесь. Почему, леди рерити? Я бы сказала, ваша сообщница». «Чтобы обсудить условия нашей капитуляции, мы расскажем вам, в какую из колоний отправилась Твайлайт, а также предоставим подробные чертежи и схему работы устройства, в случае, что очевидно, если нам пообещают жизнь». «Вижу». Пылающий взор принцессы впервые оторвался от глаз Флотершай, и то и показалось, что стальной стержень, пронизывающий ее позвонок, и удерживающий ее прямо, выдернули, и пегаска осела, задержав дыхание. «Что мешает мне поручить инженерам изучить все это над вашими хладными трупами? Почему бы не вытянуть из вас информацию с помощью пыток? Скажите мне, что у вас есть такого, ради чего вы нужны мне живыми?» Флотершай ждала остроумного ответа Рерити. Когда ответа не последовало, она обернулась и увидела единорожку, напуганную так, как никогда раньше. Принцесса Утрат прищелкнула языком. «У вас слишком мало рычагов давления, чтобы лгать, леди Рерити. Я получу чертежи и так. У вас один единственный шанс выжить для вас обеих. За попытку выдумать что-то хитрое, вы получите очень изобретательного палача, настоящего гения в своем деле. Так что, если вы не собираетесь рассказать мне что-то, о чем я не могла бы догадаться иначе, то вам лучше сразу попросить расстрельный взвод, ибо это будет единственная милость, которую я вам окажу». Флаттершай не знала на кого смотреть, на Рерити или на принцессу. Единственное, почему единорожка медлила, было то, что она предпочла бы не видеть приближающуюся пулю. Рерити выглядела такой решительной, готовой плюнуть принцессе утрат в морду и покончить со всем этим, пока не заметила, что Флаттершай тоже смотрит на нее, и стальной прут, удерживающий белоснежную пони прямо, казалось, рывком выдернули из нее. Рерити поникла и поплелась к шкафу. Стрелки не спускали с нее глаз, хотя она не обращала на них особого внимания. Фальшивое дно шкафа было вырвано магией, и из потайного отсека была извлечена пачка заметок и чертежей. Единорожка пошла назад, высоко подняв голову, с мольбой удерживая перед собой бумаги в поле левитации. «Мы послали Твайлайт на Луну. Вот чертежи магического двигателя, который позволит ей добраться туда. Я их, конечно, почти не понимаю, но это все, что есть в моем распоряжении. Все, чем меня научила Твайлайт». И снова в глазах Оликорна вспыхнул страх. Сейчас он длился дольше. Селестия вырвала бумаги с помощью своей собственной магии, и раритет скачала назад, как будто ей поднесли раскаленную сковородку к мордочке. Ее визг был проигнорирован принцессой, которая углубила скипы заметок, чертежей и расчетов. С каждой секундой выражение ее морды становилось все более спокойным. «Эти расчеты точно соответствуют тому, что вы построили. У Твайлайт не было времени исправить их самой. В подземельях почта работает очень плохо». Раритти фыркнула со всей надменностью, на которую была способна, учитывая нацеленные на нее винтовки. «Ты не ответила на мой вопрос, пытаясь упрекнуть. Не думая, что я этого не заметила и не пытаясь больше испытывать мое терпение. Однако, однако вы были достаточно глупы, чтобы вытащить Твайлайт из камеры при помощи взрывчатки и падающей тюремной решетки. Нет, этот план полностью лишен той элегантности, которую я ожидал от Твайлайт. Судя по всему, она об этом не знала». Магия Селестии обвела несколько ключевых цифр на нескольких схемах. Когда она закончила, страх и ярость полностью сменились чем-то, что было не совсем сожалением и не совсем облегчением, но сохраняла некий баланс между этими двумя чувствами. «Стражи, мы закончили. Удалите этих пони из помещения и пригласите инженерную бригаду, чтобы они изучили проделанную здесь работу. Твайлайт Спаркл больше не представляет для нас никакой угрозы и не будет представлять». Рарити и Флаттершай уставились на нее. Пегаска почувствовала онемение от головы до копыт. Никто из них не спросил почему, и Селестия посмотрела в пространство между ними, вздернув бровь. Когда ее так никто произнесла скучающим ровным тоном. «Нет, но я думаю, что могу просто сказать вам это. Ваши уравнения не верны. Ошибка в расстановке скобок, что существенно меняет самоуравнение. Кроме того, похоже, что существуют некоторые не совсем корректные обращения с нормальным распределением. Такого рода алгебраические ошибки я ожидала бы от пони, которая была хорошо обучена, но решилась своего наставника перед экзаменом. С этой информацией я знаю, что Твайлайт Спаркл мертва». Флаттершай вздрогнула, но они были так осторожны. Должен же быть хоть какой-то способ предупредить Твайлайт, чтобы... «Я даже не собираюсь казнить вас, мои маленькие пони». Селестия тепло улыбнулась. «Вы оказали большую услугу короне. Я и сама не могла бы придумать более подходящего способа казни. Ох, какими мучительными были ее последние минуты. Может, даже стоит изготовить медали и доставить их в ваши камеры в подземелье? Разве это не будет мило?» Стражи окружили Рерити и Флаттершай, подталкивая их обратно к дыре, пробитой в стене, пока капитан выкрикивал приказ найти остальных.